итак решение номер один значит эта щетка стоит не как у всех у многих эта щетка стоит вот в этом углу здесь здесь она идет по пилке здесь она должна чистить саму резинку значит так для того чтобы сделать щетку сюда можно использовать зубную щетку ли щеками но это все надо выгибать это все нужно фи феном греть делать отверстия сделать две штуки я пошел другим путем значит здесь один болт стоит правильный один болт и щетка что я сделал я взял вот такую вот трубочку в которой уже есть болт внутри она пустая было я ее просверлил значит я ее распилил где у меня обрезок язык я ее начал пилить отпилил потом сделал ее по размеру по размеру чтобы она в корпус входила достаточно сколько надо укоротил и сюда значит вы спросите что за зубная щетка это была щетка для полов я ее вытащил определенный кусок сколько надо туда вбил и лишний отпилил теперь это у меня будет как смена если этот эта щетка если она используется то я ее выбиваю и вставляю другую сейчас сверлю отверстие и с той стороны закручиваю садим на шайбочку на все такое так а для того чтобы точно позиционировать я взял фломастера такой же толщины как этот почти как это же железка трубочка открываем фломастер прикладываем в том месте которым будет и отмечаем как раз так ну вот щетка стоит значит получается с той стороны просто просверлил отверстие вставил его сюда и так значит здесь ножка заплавил пластик этот самый щеток здесь значит у меня лежит чуть ли не вплотную чуть-чуть шатается но закручена мощно может болт вращается в этой трубочке поработаем посмотрим такие его дела так еще хочу воплотить одну идею значит вот сюда хочу поставить туда вот трубку этого чтобы здесь прям под самым прям под самым прям под самым чтобы примут здесь вот под этим самым была вытяжка что буду пробовать сверлить продолжаем итак первое что я сделал это снял конечно ленту с этой стороны хочу подложить брусок для страховки зажму его там так выпилил деревяшку сделал в ней отверстие поэтому 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 по этой чашке закреплю ее струбциной чтобы она никуда не делась вот но потом зажму в дрель и все это просверлил хотя принципе она утонет неглубоко просверлиться и сверло не должно дойти до барабана но посмотрим страховка есть страховка зажму вместе с деревяшкой деревяшку и и эту деревяшку вместе и так была сделана доработка высверлил чашечным сверлом не задев там у нас есть крепление для сухарей не задев резинки тоже подкладывается деревяшка и можно сделать две вещи пасказ может быть прямой если мы сюда что-то вставляем ну и так отверстие готово сюда вставлен резиновый переходник туда он не касается так как тресиновый переходник стоит мертвого он имеет вот такие вот ну вот этим вот внутри то что есть он туда входит значит во внутреннего сейчас поставим мы можем поставить вот эту питает так могу поставить и вот это то же самое итак разметив вот таким вот макаром без одной руки я сперва отметил вот этого края до дна здесь корпуса 10 сантиметров зная о том что вот это у меня 6 сантиметров вот эта часть на что я делаю прищепкой потому что руки нету прищепляем на десяточку выставляю отмечаю маркером начало здесь десятки потом отсюда половина 3 и знаю что здесь 6 все разлиновал как мы всегда делаем вот так и мне достаточно будет одно отверстие второе и третье и хочу я просверлить вот этим вот не знаю насколько он у меня еще трудоспособен ну самое последнее это 20 ну я сейчас приступлю вот вот а 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 ну вот так и ну вот я просверлил три отверстия значит одно сюда где будет сыпаться отсюда из-под подшипников другое здесь посередине и здесь где будет сметать это щетка якобы ну будет собираться там зато можно будет подвинуть потом смести не так же наворачивать на вал все что это есть если еще будет работать вытяжка то она может создавать вакуум так ну и все итак разметив вот таким вот макаром без одной руки и я сперва отметил вот этого края до дна здесь корпуса десять сантиметров зная о том что вот это у меня шесть сантиметров вот эта часть значит что я делаю прищепкой потому что руки нету прищемляем на десяточку выставляю отмечаю маркером начало здесь десятки потом отсюда половина три и знаю что здесь шесть все разлиновал как мы всегда делаем вот так и мне достаточно будет одно отверстие второе и третье здесь уже заканчивается здесь есть отверстие скорее всего для этого профиля идет электричество ну если снять вот здесь вот коробку то наверное можно будет продеть и этот светильник который я купил на рынке на рынке приобрел по дешевке вот такой вот светильничек у него здесь клипса ну я его потом поставлю тоже это будет маленькая доработка мое отверстие которое я высверлил вот оно вот это отверстие сюда будет вставляться трубка для вытяжки хоп вот так здесь внимательно если посмотреть здесь есть такой пропил здесь немного изоленты здесь расширяется а здесь как раз для шланга ну сейчас дело не разговор не о ней идет сейчас обычным сверлом маленьким просверлю и хочу и хочу я просверлить вот этим вот ну не знаю насколько он у меня еще трудоспособен ну самое последнее это двадцатка ну я сейчас приступлю и так 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 надо поставить защиту так и то есть защита работал следующие защиты сработал так эти меняем на это сверло села батарейка так вот вот сейчас и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Если еще будет работать вытяжка, то она может создавать вакуум. Смотрите продолжение в следующей серии. Это цельный кусок металла, выточенный на токарном по металлу, отфрезерован. Здесь все гладко, попросил фрезеровщика, чтобы блестели как котовые яйца. Я вам сейчас увеличу. Итак, друзья. Здесь толщина у меня пятерка. Ну я сам не замерял. Давайте уже, чтобы не быть голословным. Достанем штангенциркуль. 5,75. Так, 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 давай эту. 5,07, 5,08. 4,98. Ну, что-то так. Так, короче, пятерка. 5,24. Единственное, что я не знаю, правильно ли я нашел вот этот вот размер центра. Ну, то, что я закрутил сюда, такие вот похабные, будем говорить, болты, это уже то, что я нашел. Ручку вот эту, тоже то, что у меня было. Она такая вот, с секретом. Можно ключи хранить. Кстати, где он? Вот ключик. Ну, ключ-то такой. Он там особо не будет храниться. Это для сверла. Ладно. В общем, я немножко сделал по-другому. Заварить я так, как не мог. Все это делал я дома. Сверлил отверстие я здесь сам. Здесь отверстие мне уже токарь просверлил. Вот. В этих я сделал резьбу. В этих я сделал резьбу, закрутил, кажется, М8. Восемь с чем-то. То есть, надо найти положение, закрутить и зафиксировать. Вот. Сейчас, в данный момент, я снял пилку, потому что пилка мешала, была аварийно, сверлить остальные вещи. Доработки, доработки. Конечно, хочется, чтобы меньше было мусора, пилка сохранилась подольше, поэтому приходится выдумывать все такие вещи. Это спасибо каналу. Сперва меня навел дедушка Володя на тот канал. Ссылки я покажу, какой канал. И так, я забацал светильник. Он может изгибаться на любое положение. Можно поставить отсюда рычажок такой есть специальный. Можно развернуть сюда, ниже, ниже. Ну что, интересно, как я его закрепил, не сделав ни одного отверстия. Все применил то, что было уже здесь просверлено. Итак, смотрим. Здесь четыре крепления. Чуть-чуть ослабеваем крепление. Здесь есть отверстие такое же, как вот здесь. Одеваем его, как обычную петлю. И все. Сейчас я увеличу. Ну, вот так вот. Одев на него сверху, с той стороны зажав, одним ключом, здесь вторым ключом. Вот. Опять же, с одной рукой приходится применять вот такие вот, такой вот флайер. А здесь ключом. И все. И вот он работает превосходно. Ну, вот такие вот изменения. Вот так вот он будет светиться. Освещает рабочее место. С любой стороны. Как нам это угодно. На пилу, на высоту доски. Все это можно вымерить. Все можно это замерить. Ну, вот так вот. Не знаю, здесь будет... Ну, это вся высота поднята сейчас, в данный момент. Так что, кусок под ней пройдет. Но не пройдет, можно еще выше. Как угодно. Если в глаза бьет, можно просто сделать вот так. Вот и все. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Бьет, я вот так вот. Продолжение следует...